Не было бы НАТО, не было бы распада Советского Союза. И Украины независимой, так называемой, не было бы. Потому что поддержка Украины остается неизменной, никто в Украине не может и не будет, тем более, заставлять менять свои территории на членство в НАТО. Это важно. Но тут есть еще один важный нюанс. Йенсен сказал в этом интервью одну фразу, которую он, в принципе, и не опроверг. И она очевидно сказала, что подобные разговоры внутри Альянса ведутся. То есть, по сути, он не сказал что-то выдуманное им самим. То есть, он не пришел в это интервью и сказал, «Вот я вот думаю, вот это мои мысли, нет». Он сказал ровно ТОРПОЛ. Чиновники подобного уровня, поскольку люди, которые в любом случае являются бюрократами, возглавляют офисы топ-чиновников подобного уровня, они являются свидетелями достаточно, скажем так, закрытых разговоров и достаточно чувствительных. Естественно, если это вылазит наружу, то есть два объяснения. Первое, его об этом кто-то попросил, это мог быть сам Генсек или люди, скажем так, из руководства Альянса для того, что нужно озвучить. Или это действительно могла быть его личная ошибка. Но никто не дезавуирует заявление относительно того, что подобная тема, в принципе, проговаривается. Теперь важно. Естественно, никто публично от Украины подобных уступок не требует и требовать не будет. Могут ли это делать завуалировано? Я не являюсь субъектом этих переговоров, я вполне могу это допустить, учитывая то, что мир политики, а большой политики, он очень циничен. И за кулисами разговоров о поддержке вполне возможно могут возникать какие-то другие вещи. Мы сейчас вспоминаем, приближаемся к дате начала Второй мировой войны, которая началась в действительности чуть ранее, и не с нападения на Польшу 1 сентября 1939 года, а с размена тогдашней Чехословакии в правительство Даладеевич и Берлина, за что, в принципе, они понесли историческую ответственность. Самая большая, конечно, чем Берлина, он стал токсичным, сверхтоксичным в родной Великобритании, а сменивший его в конечном итоге Чершель привел Британию к победе в коалиции, конечно, коалиции государств, к победе во Второй мировой войне. Но итог, в принципе, того, что советская историография называла Мюнкинским сговором, а все знают это просто как Мюнкинское соглашение, он, в принципе, очевиден. Так называемая странная война, многоязычная история называется Fallen War, то есть странная война, когда союзники объявили вроде как войну нацистам, но ничего не сделано для того, чтобы Чехословакию защитить, он лежит на поверхности. Это я не провожу никаких исторических параллель с Украиной, с Украиной как раз таки все происходит с точностью наоборот. Как, собственно говоря, есть тоже и Польша, которую они тоже обязались защищать, но в конечном итоге никто Польше военной помощи не прислал. И Польша была растерзана войсками на нацистской Германии и Советского Союза. С Украиной все происходит с точностью наоборот. Украина как раз таки никто не бросил, ее поддерживают гораздо больше. Чем это можно было представить? Никаких обязательств у стран Запада и не только Запада предоставить Украине помощь в принципе не было. Это было их собственное решение, которое они приняли после 24 февраля 2022 года. Но, опять же, я такой обширный, скажем так, исторический бэкграунд подбил под что? Под что это не исключает возможности и никаких попыток закулисного давления. Если они, мне опять же неизвестно, Марк, как и тебе неизвестно, мы не являемся, опять же, участником этих переговоров, но мы можем помнить себе допустить, что на различных площадках, тем более площадках, где присутствуют страны так называемого глобального юга, подобные вещи могут озвучиваться. Абсолютно могут, конечно, могут озвучиваться. Один волос упадет с головы Путина, и мы превратим в пыль и Ленгли, и Белый дом. В воображении вопрос, сколько понадобится времени, и что будет забирать с собой военный преступник Путин, когда придут за ним или когда что-то случится. Очень знаковый материал выпустили The Hill. Он большой, объемный, потому что там собрано очень много различных позиций. Если его прям сократить, то различные эксперты говорят о том, что пришло время серьезно отнестись к потенциальному распаду России. Мы в Украине очень часто расстраиваемся, потому что видим, что на Западе нет такого запроса. Они как раз трусятся и хотят сохранить Россию такая, какая она есть сейчас. В тех же границах мы с вами много об этом говорили. И тут, в общем, такой глоток свежего воздуха. Американское издание собрало множество экспертов, которые называют «за». Почему это очень важно, как нужно ограничить Россию, чтобы не тратить сейчас время наших зрителей. Кто захочет, найдет этот материал. Они, в общем-то, подчеркивают всю ту опасность для мира, которая сейчас открывается. И почему важно ограничить Россию в границах и так далее. Что такое может назревать? Неужели действительно у нас это называется ломы? Люди, которые вбрасывают какие-то темы. У кого-то это лидеры мнений. Здесь вот тоже, в общем-то, опытные эксперты в своих сферах, мне кажется, что вбрасывают тему на подумать для западных лидеров, что делать и как жить, когда Россия распадется. Стоит ли уже сейчас готовить какой-то сценарий, чтобы потом это не стало шоком, как, ну, по сути, распад Советского Союза? Вы знаете, это не бесполезная работа, потому что, ну, как это будет, это в значительной степени... Это очень трудно организовывать извне. Советский Союз распался благодаря внутренним процессам. Россия, это один из возможных сценариев. У меня очень много дискуссий здесь внутри с российской аудиторией, с российскими экспертами, потому что я-то действительно считаю, что распад не самое страшное, что может произойти с Россией. Потому что, на самом деле, Россия – это империя, и распад – это закономерный итог существования империи. Они все распадаются. Были скандальные дискуссии, в том числе, там, меня уже там называют каким-то ужасным человеком, который там собирается развалить Россию. Но я думаю, что это... Понимаете, Россия, если она сохранится в этих границах, да еще с ядерным оружием, да еще и с членством в Совете Безопасности, он никуда не денется. Проиграет она эту войну, через какое-то время соберется с силами, и все возвратится на круги свои. Опять начнутся имперские облизывания, опять начнутся фантомные боли по поводу утраченной империи, и опять все вернется на круги своя. Просто хочу обратиться к простому факту. Когда Советский Союз распался, до распада Советского Союза, имперский синдром не был сконцентрирован только в РСФСР. Точно такой же имперский синдром, в разной степени, но был разлит по всему Советскому Союзу. И этот имперский зуд, в частности, и Чехословакию, и войска в Чехословакию состояли из самых представителей разных республик. Очень много есть свидетельств того, что действительно вот этот имперский синдром был разлит по всей территории Советского Союза. Но когда распался Советский Союз, найдите сейчас хоть какие-то признаки имперского синдрома в Украине. Их нет. Ну или практически нет. То есть там поковырять можно что-нибудь найти, но фактически нет. Этого имперского синдрома практически нет в Грузии, нет в Казахстане. Не говоря уже о Балтийских странах, там вообще-то близко нет. Поэтому вот при распаде Советского Союза только вот та часть, Российская империя не до конца распалась. Это произошел недораспад. И вот в той части, которая сохранилась как империя, в нее как бы стекся весь, собрался вместе с ядерным оружием, которое тоже было собрано на территории России, вместе с членством Совета Безопасности ООН, который Россия занимает совершенно незаконно и незаслуженно. Именно здесь, в России, туда собрался воедино на этой территории, в головах россиян возник имперский синдром. Только так, как только Россия начнет распадаться, имперский синдром исчезнет. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео, пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем вдячны за поддержку нашей работы на Patreon или других сручных платформах. Реквизиты в описании к видео. Продолжение следует...